Добрый вечер, у нас продолжается четверг, 14 апреля. Запишу небольшое видео, потому что очень много работы, не успеваю я заниматься блогерством, не пилил сегодня никаких видео, потому что телефон просто у меня сходит с ума с утра до вечера. Идет работа полным ходом, растаможка в Украине, бесплатная растаможка в Украине работает. Уже первая партия машин в Украине, на западные так вообще, там народ очень шустро к этому отнесся. Они уже их не только растаможили, их уже продают, поэтому все эти скептики, которые говорят, что это обман, никакой бесплатной растаможки не будет, потом придется платить. Ребята, машины оформляются, становятся на украинские номера и уже продаются. Поэтому это уже как бы, знаете, потом несколько вопросов будет брать эти деньги. Все в порядке, все работает, машины оформляются, продаются. Процедура, как я и говорил, не изменилась, процедура такая же, кроме того, что не нужно платить вот этот таможенный взнос огромный. Во всем остальном процедура такая же. Нужно машину снять с учета за границей, скинуть документы брокеру, набрать таможенную, набрать предварительную декларацию, подать ее в таможню, получить обратную связь и потом уже с номером таможенной декларации ехать на границу, пройти приграничный контроль, потом приехать на внутреннюю таможню, в таможенный терминал и уже дорастаможний автомобиль, пройти сертификацию и после этого можно остановиться на украинские номера. Все очень просто. По евробляхам это не касается тема, я много раз об этом говорил, евробляхи это отдельная тема, они уже в Украине, то есть этот закон призван пополнить автопарк Украины, чтобы больше машин приехало в Украину взамен те, которые были уничтожены, очень много людей осталось без машин, поэтому этот закон именно для того, чтобы ввести автомобили в Украину, а не для того, чтобы легализовать автомобили, которые уже в Украине. Те люди, которые заехали в Украину недавно на временный ВОЗ без растаможки, если у них есть такая возможность, если они не просрочены, то они могут выехать за территорию Украины, развернуться, снять с учета машину и по тому же маршруту опять заехать. Те люди, которые не могут выехать за границу, можно написать доверенность, приехать на границу, соблюсти таможенный режим, то бишь этот человек должен загнать машину в таможенную зону на границе, самому развернуться, пойти обратно, если это мужчина призванного возраста, а машина уже с другим водителем поехать дальше, снимать с учета, разворачиваться и подраст в таможку. Поэтому, друзья, работы очень много, так что извините, что не выхожу на связь. Есть такая ситуация. На канале Олег Автоспикер Лайф, по ссылочке, я утром рассказываю перед работой, как дело в Запорожье. Кому интересно, что у нас тут в городе происходит, подписывайтесь. Я чисто такую легенькую утреннюю сводку даю, чем живет город, что произошло. Также в Телеграме вся эта информация. Кого интересуют сводки с линии фронтов, канал Спикер ЮА, тоже я там стараюсь выкладывать видео, но сегодня не будет, сегодня я уже не успеваю. Тем более, что там особых изменений нет, на фронте все стабильно, да, местами тонут корабли, местами что-то где-то происходит, но в целом линия фронта не менялась, в целом каких-то значительных изменений пока нет. Удай бог, чтобы все это как можно быстрее закончилось. Все, что касается растаможки, по ссылочке ко мне в Инстаграм или же в группу Вайбер. Я все там пишу, то мне пишет в директе в Инстаграме, я отсылаю по ссылочке в группу Вайбере, потому что там я все расписал, там конкретно пошаговая инструкция, как растаможить автомобиль, как снять с учета наши тарифы. Значит, по растаможке сказал, работаем полным ходом, все в порядке. По подбору автомобилей, я говорил о том, что у нас сейчас есть проблемы с людьми, потому что многие наши ребята, с которыми мы работали, они в Украине, они тоже не выездные. Сейчас мы связались с ребятами, у которых есть рекомендации, которые тоже хорошо работают. Сейчас они будут тоже нам подбирать автомобили, один уже по дороге в Литву, другой, Саша, который был раньше в Литве, он сейчас едет в Голландию, он немножко поменял место жительства, но тем не менее, вот в Голландию он сможет собраться и оттуда. До Литвы ему теперь далеко, поэтому такая ситуация. Так что в ближайшее время у нас будут подборщики в Голландии, в Литве и в Польше мы тоже налаживаем контакты. Так что, ребята, все в порядке. По подбору и доставке автомобилей обращайтесь уже с понедельника, уже у нас будут тарифы, уже все будет четко и понятно. По растаможке автомобилей мой вайбер в описании, группа вайбер с пошаговой инструкцией тоже. В инстаграм проходите. Повторюсь, кому интересно, как дела в Запорожье, по ссылочке Олег Автоспикер Лайв, второй канал, ну а группа Спикер ЮА по линии фронта, когда что-то изменится, выложу свежее видео, пока мне сделаю паузу. Так что, ребят, у кого какие вопросы, проходите в инстаграм, проходите в вайбер, пишите, там все расписано. Если какие-то прям вопросы, на которые вы не находите ответы, тогда записывайтесь на индивидуальную консультацию, думаю, смогу помочь. Так что, ребят, все хорошо, все будет Украина, до новых встреч, пока!